Документаторов, ADEQUAT и LIGHT OF HEAVEN. Всем еще раз привет. Ну, после первой игры мы с Руставом, честно говоря, были удивлены тем, насколько хорошо играют дообау и как замечательно они нажимают на свои кнопочки. Ну, грубо говоря, от них симфонии скиллов. От них реально была замечена симфония скиллов. Но, в свою очередь, EHOME LUMINUS такое ощущение, что имеет какую-то свою коронную стратегию и какую-то коронную фишечку и стараются активно ее продемонстрировать, но пока до сих пор не понятно, в чем же ее суть. Вот серьезно. То есть, опять NYX, опять котел. Опять у нас два героя, которые LIGHT STILLER ничего не делают в РэйДжее. То есть, он опять бегает и кушает своих оппонентов. Но, кто его знает, может быть, у них там припрятан туз в рукаве. Видите, какого туза-то должен быть герой? Что должно быть припрятано, чтобы убивать LIGHT STILLER и ему подобных героев? Потому что пока действительно у Team 2BAW-то ничего не меняется. То есть, они взяли себе Кунку, они взяли себе Лайн, они взяли LIGHT STILLER. То есть, трипла та же, что и была, все в порядке, все хорошо. Ну, для меня туз, когда у тебя есть котел, например, является Бэтрайдер. Потому что, во-первых, он может взять LIGHT STILLER в лассо, когда тот нажимает рэйдж, и просто свою команду спасти от его дэмэджа. Во-вторых, он может от LIGHT STILLER и вовсе из драки увести какую-нибудь на возвышенность, или просто, ну, подальше от своих воров. Но, у меня есть такое ощущение, что команды о чем-то договорились пока вот там выглядели. Это все повтор. Да, это все повтор, ребят. Это повтор. Ну, слава богу, они в этот раз сделали хоть какие-то выводы, и в этот раз сделали свена, которая, как говорится, покрепче, попрочнее, и может представлять хоть какую-то конкуренту и LIGHT STILLER. Ну, единственное, самое главное отличие, что теперь под дезолятором он, как джиггернаут, быстро падать не будет, потому что у него будет Варкрай. Ну, это все, наверное, да? Да, и из плюсов, Рустамчик, он еще может прыгать, когда, допустим, прыгает LIGHT STILLER, допустим, это инфиз-бомба, нажимать на Варкрай, и этим Варкрайом, может быть, кого-то спасать. Но пока мне вот пик сверху нравится больше, честно. Вот пока сверху, ребята, намного ярче. Я ванкую Бэтрайдера в вас пик, потому что он опять тянет, и спасать нечем. Просто спасать нечем. Вот, не знаю, мне всегда казалось, что брать Бэтрайдера, когда у пики в противника есть NYX, это моветон. То есть, ну, потому что... Ну, прямая контрала уже есть в драфте, а на первом пике, пожалуйста. То есть, да, конечно, в той карте все получилось, потому что, ну, NYX как-то не смог совладать с Бэтрайдером, хотя активно там Карапаси прожимал и так далее. Но все же, как врываться, как инициировать, когда NYX тебя полностью контрит? Ну, там есть два плюса. Первое то, что NYX не всегда находится с тем героем, на который нападает Бэтрайдер, поэтому не всегда он, как бы, и контрит это раз. Во-вторых, Бэтрайдер зачастую может просто успеть собрать себе... Собрать либо БКБ, либо Форстаф, прыгал в носок и быстро нажал Форстаф. Потом, конечно, NYX подойдет, нажмет на Карапаси, но Бэтрайдер, он уже одного героя задизейблил и уже его, как минимум, протащил вперед. Поэтому, в целом, NYX хорош до определенной минуты. Когда у Бэтрайдера появляется БКБ, я бы сказал, что все, NYX вообще ничего ему не делает, он просто несет кого угодно. Вот Бэтрайдера, Бэтрайдер, Бэтрайдер. Слушай, Джекернаут опять появился. Я бы уверен, что Ихом Люминус возьмут себе еще и Свен, но вот Свен в бане оказался. Точнее, Тимберсов бы взяли, но Тимберсов в бане оказался. Но, тем не менее, да, пик вот четыре из пяти повторен у Ихом Люминус, пока четыре из четырех у Тим Дуа Бау. Ну что ж, Бэтрайдер? Ну, тут может быть и Тайдхантер, который прекрасно против всех этих героев себя чувствует, и какой-нибудь там Бисмастер, он и NYX уже забламывает, да и может того же Свена в БКБ остановить. Тут столько вариантов у Дуа Бауша вообще любого героя можно взять, но чисто ради троллинга я бы взял Бэтрайдера, якобы тот же самый пик из прошлой игры. Ну, Ихом Люминус там сейчас со всей ответственностью говорят, что пик отличный, просто мы плохо исполнили первые карты. Говорю, нет, нет. Но они так говорят, они так думают, они бы не стали брать другу, они не стали брать этот же пик, если бы они думали, что их пик плох, правильно? Правильно. Вот и Бэтрайдер. Ну, короче, Свен, если вот что, Свен лучше тиммера в этом пике, только по одной простой причине, что он хотя бы дает армор, а у Дуа Бау два основных героя, два ключевых героя бьют с руки. Поэтому, если каким-то образом они там одинутся, то велика вероятность, но в этой игре я в очередной раз верю в Бэтрайдера и в Легион Командера. Я буду болеть за них. Да, очень интересно. А мне сейчас хочется, чтобы вот просто настырные ребята из The Home Luminous, а именно их капитан, сейчас показали, что действительно проблема была не в драфте, проблема была в исполнении, что вот нужно как-то по-другому исполнить, и все получится хорошо. Ну, в частности, конечно, мы вспомним, да, что было в первой карте. В первой карте очень плохо задалась игра Уверспирита, он реально просто не мог нормально гангать, он все промазывал, на ролик Болдере залетал куда-то не туда, на какие-то там вершины, и стоял там, подолгу ничего не делал. То есть вот сейчас в AXB мы будем смотреть с тобой внимательно-внимательно, и узнаем, сможешь ли во второй карте продемонстрировать лучшее исполнение. Ну, а дальше поглядим, опять же, от того, что образуется, от того, что получится. Ну, все те же герои играют, все те же игроки играют на тех же персонажах, YXB сыграет на Уверспирите, мы здесь видим, да, Гувара на них все сложный. Бум, вот на этот раз он играл, он играет на Свене, в той карте играл на Джаггернау, у тебя Фриз играл на Тиберсов, сейчас играет на Джаггере, ну и Рен сыграет на Киперовзлайв. Все как и было практически. И... Доу Бао. Доу Бао. Доу Бао, опять подстава. Просто тут сложные ники, да. X, F, C, Y будет играть за Лайфстилера, Муфа, Бэтрайдер, А, A, C, в свою очередь, Кункевич. На Легион Командоре, который отыграл блестящую игру в конце, будет играть парень с цифрами 1, 2, 3 или 1, 1, 1, 1, 1. Большего... Большего его профиля я не нашел. Ну и на Леоне будет играть товарищ Лулу, или более известный как Ори. Отлично. Дмитрий, скоро станешь профессором в коллективе Дуа Бао. Ты просто будешь знать этих игроков. Да. Знать, как они играют и так далее. Это единственное, скажем так. Больше никто пока не в курсе, как их зовут. Особенно, как их зовут. Да. Особенно, как их зовут. Специалист. Да. Ну что ж, действительно, расставили быстренько варды. Поставили Сентри, кто где мог, кто где... У кого где получилось. Но увидим, что пока YXB со своими вардами не распрощался. Один Сентр только до 0. И на этом все. Надо будет это сказать. А он теперь забирается. Белегион против Джекернаута. Интересно. Да. Так. А по линиям у нас тоже самое получается. Вот Райтер пошел. Интересно. Интересно. Да. Кунка будет бегать. Румить. Ну посмотрим. Посмотрим. Орспирит. Вот опять-таки занимает свои какие-то излюбленные позиции. Сейчас. Ну он скорее всего уже этот вард не найдет. Хотя он находит. Посмотрите. Поставил еще один Сентри. И вот таким вот образом лишил Вижена Легионку. Теперь можно будет хорошо на Мид залетать. По случаю. Вот очень интересно, как Легион он стоит против Джайгера. Вообще я такого противостояния ни разу не видел. Кто кого. Щиток у одного, щиток у второго. Один просто хорошо бьет с руки и спамит линию второй. И бьет вертушкой. Но во время вертушки Джекернаута можно накрутить. Ну да. Тут избавим у Легионки пассивка конечно шикарно. Должно так удочковаться и размениваться. Еще вот есть такой приятный нюк. С которым много МП в принципе не стоит. Если есть ботл. И... Ну можно... Опа. Опа. А вот. Вот видишь в этот раз получается. Опа. Опа. Разбей его. Он на позитиве. Правда вот Никс ровно по такому же формату в прошлый раз тоже подставляет. На этот раз делает tp out. Слушай, у них реально сейчас получается лучше. Просто я напоминаю, что вот в предыдущей катке в этом же моменте Никс погиб. Он не сделал tp. И самое главное Рустам, что сделал котел, вы посмотрите, что он сделал. Он наконец-таки вкачал монолик. Да ладно. Шикарно. Просто шикарно. Ну вот то есть люди, которые только-только пришли на транслятор, они сейчас многого не понимают, что происходит на стриме. Но напомню, что вот в предыдущей карте котел на восьмом уровне не имел монолика, а здесь он имеет на первом. И люди просто убегали от него. А тут мы видим, что стратегия работает. Что, в общем-то, маны много не надо. Потому что бетрайдера самое главное убивать. И за счет там чакры и монолика этого бетрайдера есть шанс остановить. Ну что ж, замечательно. Действительно, пока получается и хом люминус лучше, чем получалось в карте по номерам один. Борьба за руну тем временем. Кувара приходит с конка. Отличный подход. Никс еще и баунти руну ворует. Отлично. Замечательно. Напомню, что было у него тогда пор маншилд. Сейчас просто пока стаутшилд. И посмотрим, будет ли покупать себе аэрон талон. Тоже довольно значимый момент. Ну и мид. Мид легионка. Пока выигрывает линию. 1-2 крипстат. Правда, эту пачку крипов нужно добить. У фриза... Котел. Приходит на мид, вешает. Угу. Ну, такой он просто проверочный. Проверочный монолик. Так немножко выиграл времени для джаггернаута. И ребятки продолжают стоять. Ну, короче, в миде ровная дуэль. Тут никто никого до 6 уровня, видимо, сильно не убьет. Так что будем ждать 6 уровня. Да. Ну, вот бутайдер смещается сейчас в леса. Тут вижена никакого у E-Home Luminous нет. Поэтому можно поделать стак. Можно пофармить с помощью Firefly. Взять себе какой-то быстрый blink-tagger. Ну, даже перетягивается дальше. А, вот тут, смотри. Хорошие стаки наделали. И муф их заберет. Никсу нужен талончик. Вот он сейчас в очередной раз стоит уровень. И в очередной раз он стоит перед фактом, что если он просто подойдет наверх получать крипов один, допустим, без Распирита, в прошлой игре он им помогал, то Никса разберут сразу на запчасти. Поэтому лучше всего не рисковать и каким-то образом пойти... Ну, вот он сейчас смит прикрывает. Потому что больше... Объяснений тому, что он делает, просто нет. Он так бегает, 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 бегает. Ну, а мне пока нравится их четыре героя Дуао Пао. Да. Формят одну точку. Экспа. Эта одна точка, она прям как пять точек. Три стак или четыре было. Много-много. Ну да, Батрайдер тут 800 колдей получил сверху. Неплохо. Никс дождался своего счастья и линия к нему пропушилась. Да, можно стоять, можно получать экспириенс. Ну, вот сейчас уход Батрайдера с нижней линии подразумевает развязывание рук у суппортов и Хом Люминус. Потому что Keeper of the Light и Эрспирит вполне могут пойти куда-нибудь прогангать. Например, мидеру помешать или на тот же топ переместиться. Ну, пока Рэнс занимается ровно тем, чем он занимался и тогда, да. То есть он просто делает одно. Или можно сделать наоборот. Пока ты гангаешь тем же Эрспиритом, он просто бегает, напрягает в миде до шестого уровня Джиггернаута. В это время котел делает в Лисустаке либо для себя, который он впоследствии зафармит Эллюминейтом, либо для Свена. Потому что Свен, как мы видим, выходит быстрый доминатор. И качает сплэш. Да, быстрый доминатор. И вот эта вот прокачка как раз-таки Крэд Клива подразумевает все-таки наличие каких-то стаков на Эншентах. И, безусловно, хороший фарм для Свена в будущем. Но это все в будущем обозрим. Пока, в общем-то, фармит себе он самый доминатор. Что в миде? В очередной раз коснемся мы этой линии. Увидим, что 23 на 5 Крипстат у Легионки. У Джиггернаута 22 на 6. Да, тут все очень даже равно. Ну, замечательно. Оба получают свои деньги, оба получают свои артефакты. Преимущественно идентичные артефакты. Посмотрите. Порманшилд, сапог потал, у того и другого. Даже фейрифайр. Просто одинаковые закупы. Один в один. Ну и шестой уровень чуть раньше, судя по всему, получит Джиггернаут. Абсолютно идентичная игра. Один в один. Этим ребятам можно было, не знаю, загрузить сейв с 15 минуты и поиграть. Поменяв свена на тимбера. Пока вот все то же самое. Бэтайдер фармит лес. Кунка получает экспиренс снизу. Сверху у них получал экспиренс. Там у него немножечко помогал. Но опять линия возвращается. И он ждет, когда ему накапывает на талончик. Кстати! Ему-то на талончик уже накапало. И было бы здорово уже пойти и своими силами получить экспулицию. Может быть он сапог все же хочет? Может быть он хочет сапог, да. Может быть. Ну-ка. Да, сапожок. Сапожок, да. Ну вот так вот. Ну ты знаешь, наличие сапога здесь, в отличие от аронталона, да, определенный риск. Риск не получения быстрого шестого уровня. Риск невозможности инициировать самому в ближайшее время. Вот причем риск покупки сапога вместо аронталона. Верно. И от лайслера ты вряд ли уйдешь на сапоге. Потому что у него фейзики. Высокая скорость бега. И еще орбов веном. Поэтому... Сложности у него нет. Сложности. Но экспу уберет. Смотри, экспу уберет. Ну пока держится на максимальной дистанции. Но главное, в границе получения экспириенса тоже очень важно. Ванды. Ванды есть. Замедляет Никса. Рейджу Ластилера тоже имеется. Отличный станчик от Леона. И под рейджом Ластилер Никса добивает. Ну вот то, о чем мы с тобой говорили. Сапог его не спасет. Никак. Нет. Нет. Салон или сапог убить. Какой последовательность не особо важно. Но вот бывают такие моменты, что это действительно очень сильно решает. И может повлиять даже в целом на исход игры. Вот. Так что Никс пока сделал, может быть, не самое правильное решение. Но мы победим. Может быть, это сапог у себя еще и будет в будущем. Так. Пока счет 1-1. Мы видим, что не так много фрагов было сделано за эти 7 минут. Но вот Легенка выходит на тропу войны. Почему она выходит? Потому что у нее появляется дуэль и хочется зарабатывать уже первый дэмэдж. Снизу получить этот самый дэмэдж не вышло. Хорошо среагировал Keeper of the Light и ушел. У нее не вкачан пресс за атак, поэтому, скорее всего, она будет ждать какого-то уровня либо восьмого, либо девятого. И только после этого пойдет на замес. Без пресса за атак очень тяжело кого-то убивать. Под смоками. Тем временем YXB и Freeze. Попытаются тоже напасть. Встречают здесь бэтрайдер, который фармит лес. Он мне слэш, но в крипов последний удар уходит. Однако есть рфспид. Firefly касается здесь своим танцем мечей и Freeze. Бэтрайдер и делает на нем фраг. Удалось реализовать смок-вылоску. Ну, неплохо. Бэтрайдер вот на таком фарме останавливать нужно, иначе он получит все быстрые блинки и будут неприятности. Хороший тайминговый, своевременный получился смок-адаканг. И при этом остались сверху. Не хочется ухать джаггеру. Только если с руны повезет. А руну нужно забрать. Ультимейта у нее нет, легиончику нужно... Вообще было бы здорово эту руну не позволить взять, поскольку джаггернаус это руно сейчас может много полезного сделать. Либо хастали ПТД. Спалили стаки на эншентах сейчас. Айяяяя. Не сражаются они за руну, странно. Они так решают сейчас. Слен пошел. Так, так, так. Легионку перехватить стан. Старая руна. А вот эти ребята боятся за руны. Ты смотри. И не отдают. Руну легион-коммандера, при этом имеет большое количество стаков в лесу. Бтрайдер эти стаки нашел и уничтожил. Вместе с Кункевичем. И по-прежнему до убау никуда не лезут, просто ждут своих блинков. Ну вот интересно. Ну да, понятно, что блинкдопатрайдер действительно нужен. Вопрос один сейчас. То есть вот легионка прекрасно видела, что делают стаки на эншентах. То есть у них нет варда, но у них есть информация. И вот самый главный актуальный вопрос, как они будут с этой информацией рассчитываться. То есть что они будут делать с этим. Потому что ну вот стаки есть, эншенты есть. Это потенциально огромное количество денег и экспириенсов для Свена и для его тиммейтов. Можно поставить вард. Можно под этот вард потом прийти и прогангать. Может быть попытаться забрать самим. То есть есть варианты. Но пока реакции никакой. А стаки продолжают делаться. Очень опасно. Просто потом со Свеном можно не справиться. У него и так топовый крипстат на карте. Он сейчас идет, конечно, на третьей позиции. Но за счет этих стаков он выфрамит и станет топ-1. И будут проблемы. Башер решает любой вопрос против Свена. Он ГДС, а ты ему баш, баш, баш. А если Свен первый врывается, делает под саблей два утара с критом. И тот, кто баш имеет, уже не имеет своего тела, собственно, на автоверне находится. В такой ситуации обычно ничто не спасает там. И собственно, если критовать начинает. Ну да. Проблема может быть. Может быть стать небольшой проблемой. Ну да, зафармил спокойно Свен, пожалуйста. Был топ-3, стал топ-1 по надворцу. Причем с преимуществом перед лайфтилером. Безон колдой. Бился ПТ. Все в порядке. Надо продолжать делать стаки. Дальше фармить на блинк, на БКБ, на саблю, на все что угодно. Ну и на криты, конечно же, тоже. Ну мы понимаем, что там в более поздней стадии игры, конечно, Свен это очень и очень грозная штука. Намного грознее, чем Тимберсо в первой карте. Очевидно, что там можно переворачивать любые файты, любое положение тел вообще в игре. Даже если они будут проигрывать по ходу. Вот. Поэтому как-то Дуапау хочется, конечно, пожелать более, ну более динамичной игры, наверное. Более быстрых блинк таггеров и более интересных каких-то там выходов под смоками. Может быть реализация блинтаггеров. Но пока блинков нет. Ну как думаешь? Я так понимаю, он будет делать БКБ сразу. Ему сабли не особо нужны, потому что все-таки котел ману всегда зальет. Чакра, Мэджик уже третьего уровня. С другой стороны, БКБ все еще не спасает лайфтилера и от лассо. Ну, как минимум Леончик, сколько там, 4 секунды, 2.6 и Кунг со своими торрентами и кораблями будет обезвреден. Боже мой. Ниман стан продолжает. Ему реально взять вместо Никса бестмастера и парень наверняка заиграет, потому что это уже не первое, когда он может станом. Причем я тогда понимал в прошлой игру, когда он не попадал станами после того, как он давал удар с вендетта. Типичная в паблике ошибка, когда ты делаешь удар. А сейчас он даже так. Да, сейчас он даже вот просто с инвиза с вендетта делает не без удара, просто подкоп и не попадает. Но действительно не идет, просто у Гувара не идет игра. Батайдер, хотя им залетает. Да, у него вот есть Бриктакер через лассо, фингер и еще и дуэль сверху. Потому что мне слэшем, конечно, накрыл Илеон и должен будет расправляться с ним фриз. Получилось делать. Но раз мин явно неравнозначен, все-таки забрали мейн керри. Но залетает YXB дальше. Магната, так говоря, а МП не хватает, чтобы завязать. Волна идет. Котел на позиции. Дает крест на Аэрспирита. Аэрспирита вернули и его также уничтожили. В итоге размен у нас получается 2 в 1. И по-прежнему Доу Бао продолжают действовать по своему плану. А именно Блинкдаггер на Бэтрайдере. И делаем локальные вылазки, пока легионщик формит свой армлет и блин. Да, сюжет. Действительно тот же самый получается, что в карте номер 1. Сценарий повторяется. Но вот Ихом Люминус должны будут ставить свои 5 копеек на этот раз. Пока действительно Свена убивают. Это плохо. Блинки реализовываются для Ихом Люминуса. Это тоже плохо. И надо вот какие-то контрмеры предпринять. Не знаю, может быть нападать наконец самим. Может быть самим Смоки почаще юзать. Ну было бы здорово такое сделать. Потому что котел, конечно, может нафармить свой аганим. И попробовать еще разок побеждать за счет Вижена. Но, во-первых, этот Вижен не всегда... Все равно рано или поздно начнется ночь. Именно вот ночью перевернули Доу Бао в прошлой игре. А во-вторых, этот аганим фармится слишком долго. И опять же Доу Бао могут набрать преимущество огромное. Ихса надо реализовывать. Вот у него есть Виндетта, он стоит и ждет. Кого он ждет непонятно. Нужно, наверное, Виндетте пойти и кого-то убить. Потому что с Эндрей у Доу Бао нет. Сверху чисто. В лесу их чисто. В центре чисто. Ну и снизу она очень скоро закончится. Осталось 35 секунд. Все. Это супер игра Леникса. Ну вот наверх сейчас перетягиваются. Еще разок. Полным составом. Давай, давай. Опять мажет. Да. Ну удар и подкоп зачем? Ну пожалуйста. Просто подкоп. Потом Свен дает свой стан и под ГДСом ластил ругает. Конечно, конечно. Зыблы просто не выпускаешь. Но вот это вот желание нанести какой-то урон... У тебя есть Свен, у тебя есть Джиггернат, который урон внесут. Что не хватает физического дэмэджа. Но ты хочешь вставить свой в бинде тут вот удар... Ну как-то, ну не получается же. Такой ганг упустили. А возможно сказал прекрасно. Это второй ганг. И второй раз они прощают ластил, а в то время как бетрейдер он чувствует себя получше. Он тут летает. Лассо прожимает. Героев убивает. И выжидает. Ну согласен то, что лассо, конечно, промазать намного сложнее, чем подкопом. Поэтому сильно муфы их силой идут получше. Забрали Тир-1 Тауэр. Ровно то же самое сделали и Хом-Люминус. Они забрали наверху Тауэр. И прожимают смок. Между прочим, сейчас этот смок попытаются реализовать. Правда, противник спрятался в их владениях уже. И бетрейдер. Бетрейдер и сидит лайфстилер. Они будут сходить за спину на Keeper of the Light. Рэнд может просесть. Через подкоп его пытается забрать. Ну и где же месть? Где же месть? Ну вот приходят игроки и Хом-Люминус. А их окружают в разные стороны. Еще и на крест посадили YXP. И подсадили также на Тарэнд. Подошел у нас лайфстилер. Неплохие отзывы. На максимальную дистанцию YXP пытается уйти. И... Магнатайз. Да, на 25 хитах. И сможет ли он здесь выжить? Расфастовался, конечно, полностью. Но нет какого-то фоллоу. Нет поддержки. Минус два суппорта. Давай, Гугара. Давай, с дабл дабаджем. Давай! Ватрайдер и Nyx 3-0. А у тебя лассо? Да ноль три! Ноль три у Гугары. Ватрайдер, Nyx 3-0. Ватрайдер побеждает. Ватрайдер, да. Ватрайдер побеждает. Да, но Никан не идет отсюда. Потому что стаки есть. Ластлер его нашел. И также дает кунка свой крест. Иииииииииии... Ну, тут все так видно. Ты даже не знаешь, что сказать. Нет комментов, ну кува Да, короче, в таких ситуациях надо просто герой попроще Писмастер Там тоже промазать нельзя, Бэтрайдер Там тоже промазать нельзя Видел я нарезки с Интернешнл одного Где Писмастер ультовал Но это такое Ты знаешь, есть ощущение такое стойкое Что вот сейчас ввели у нас Новый Батлпасс, да, то есть новый мини компендиум Новые задания подъехали в дотку И там вот наверняка есть такое, чтобы сделать Минус после Вендеты, да Отчаянно пытается Сделать 3 фрага после Вендеты У меня пока ни одного Да, но пока получается действительно очень плохо И Хоум Люминус, потому что они упускают противника Коры начинают вымирать дуэли Начинают хорошо реализовывать инфест бомбы Но и Хоум Люминус единственный, кто пока Неплохо фармит, это Свен У меня действительно все более-менее И Хоум такое ощущение, что решили просто от отчаяния удариться в пуш И сейчас будет очень весело Свен без БКБ Давайте посмотрим Потратил ГДС Потратил армор Торрент по двоим, корабль туда же Подкоп от Свена, очень быстро можно разобрать Пока живет Свен по опенбалансу Медление жутко, еще и Хекс, Далек, Увару Через дуэль также забирается Фингера YXP Он никуда не уйдет, еще на крест посадили Джиггернаута Но Торрент его так же сверху Дает вам не слэш предсмертный Ну дэмэджи минимальное количество по всем героям Дуа Пау, по итогу минус 4 Драка проиграна просто на лад Ну, вот что и говорилось Это как бы Свен без БКБ против Леона и Кунки Он за драку сделал ноль ударов Просто ноль ударов Подходят они так вот красиво Получает Торрент по двоим Корабль по двоим Там подкоп еще Леончик закидывает И Свен просто погиб как Крип Там Крипы стояли, а вот он вместе с ними и отвалился Ну тут два варианта Вот ты как раз таки говорил о том, что возможно не нужно покупать сабли Лучше купить себе БКБ, чтобы иметь возможность сражаться Но или же Нет смысла в двойной тычке, если у тебя нету блинка Который позволяет тебе дойти Тогда ты можешь хотя бы эти два удара сделать Или нет смысла, когда у тебя нет БКБ Потому что сколько бы ты там двойных тычек не делал Ты все равно не бьешь под станами Ты прав, то есть Ну что-то нужно купить, либо БКБ, либо блинк Чтобы хотя бы дойти Если ты хоть так хочешь купить себе саблю Это не плохой артефакт Артефакт для Свена, это действительно очень достойный айтем То будь добр с этой саблей Пофарми себе еще что-то Он с нами согласен Или вариант еще один Если у тебя сабля доминатор, просто пофарми эти артефакты Не торопись Ты всегда успеешь ворваться У тебя котел, игра будет долго, если вы не нафидите Опять врывается Бума Пошла атака, подкопа двоим Лайфстилер еще не прожимал, он сейчас прожимает в XB Уже скончался, у Бума тоже проблемы через дуэли вот так же могут забирать Минус два сделали Рен дает блайтник Лайт пока будет жить, но на нем стакается Уже напалом, плюс легионка ныряет дальше Киперус лайт, конечно, герой Который большой выживаемости не отличается Поэтому он тоже убивает Трипл килл Млохо? Ну да, это уже такое ощущение, что Гудгейм Легионочка продолжает в очередной раз сноуболиться Она набирает свой дэмэдж и все у нее хорошо Как мы идем, Лайстилер существенно отрывается По фарму от того же Гернаута Да и Свена догоняет, при том что, как мы знаем Свен фармит в разы быстрее Ну и Бэтрайдер Сейчас он не очень сильный Сейчас его Никс, как ты помнишь, говорил Типа контрат, типа может его останавливать В своем карапасе Но очень скоро у него появится там либо БКБ Либо Форстаф, я так понимаю, он БКБ будет делать И все На этом шах и мат, на этом стабильно Минус Джиггернаут, либо минус Свен в каждой драке И Юхом Эл играет в одного кора Ну, даже и обоих умудряются забирать Но слишком много таких дизейблов То есть точечной Дуэли тоже по факту дизейбл Леон дизейбл, Сей дизейбл, Лассо тоже дизейбл Тут можно сразу одновременно с двумя корами И причем, как мы видим, что если два балла нападают сами То для Ихом Люминус шансов никаких Так же было и в предыдущей карте, так же и это происходит сейчас Единственных вариантов Нападать каким-то сами, может быть Первым иницирует за место, нападите через Блинк На Легион, тут уже спрейте, довольно быстро 1300 хп, это вполне Такие цифры посильные для Ихом Люминус Не рассчитывается, конечно, на Аникса Лучше нападать через Блинк Пума, это будет проще всего Ну вот сейчас Бум как раз таки Возможно ворвется, и вот они и под смоками Вот попытка как-то перевернуть игру Залетает, туман войны, Бум не знает кого взять Вот он как раз таки Легион пытается напасть, отлично Баткоп залетел как нужно, на развороте Кумка раскастовался, но опять же продолжения нет Поэтому он остался один среди пяти героев противника Монолик на нем висит Стоит на месте, будет Фьюри дальше и Кумка тоже минус Ну вот так вот, вот так вот можно переворачивать Смок инициируем через Свена Через его стан, дальше Никс станом попадает Сэм, как мы видим, и все получается Ну и сразу два 300 денег отыграли, еще и табор снесли Ну вот хороший дивиденд И можно попробовать второй табор там, блядь Только Никсу нужно встать рядышком, как-то, я не знаю Рядом со Свеном, иначе сейчас Свена увезут Потому что Никс очень далеко, он не может Свена спасти Он не может Свена спасти Хороша ли идея нападать без двух героев сейчас? Ну, они скоро появятся Подкоп по одному, правда, только Есть Лассо, пытаются Фриза взять Хватили дэмэджа Он мне слэш от Фриза, пока живет Блейдфюри пытается уйти, подкоп пошел Леона забрали И... Доксилера забрали Это плохая, по-моему, идея была нападать без двух героев Да, не хватило, не хватило дэмэджа Нападает Леон, забирает Никс Астасина Но здесь Карапаси работает И все равно дэмэдж он забрал А Свен остается без помощи Поэтому его начинают рубить И убежать ему не сможет, так что нужно драться как Лев Ну, до последнего, как у Максима Максим из возможного выжил И... ну... Вот так, 50-50 Одни и вторые киллы сделали Все на равных, и по XP, и по голде Так что можно считать, что замес был ровный Могло быть и лучше, естественно Ну да, до бау вполне могли позволить Теперь еще секунд 5-6 просто подождать И не ворваться Как только бы оставалось время До респауна 5 секунд Они ворвались на этом батрайдере Тиммейт уже подоспели И все получилось хорошо А по итогу вот действительно дэмэджа не хватило И потеряли на стиле Ну ладно В любом случае, это не отменяет того факту, что долбал пока впереди То есть по всем показателям Доминируют, бегают, делают киллы И все вроде как неплохо Ну и Хом Люминус по-прежнему остается шансы на камбэк Опять же есть Свен Свен это самая главная такая боевая единица У Хом Люминус, которая в более поздней стадии игры может перевернуть Если опять же доберет себе своя айтем Пока это 0-4-4, но есть потенциал Есть потенциал, и очень скоро появится Блэкинг Бар Вот как только у него появится БКБ, то велика вероятность Что Юхомы могут принимать долгие драки И Свен просто будет как вот впитывать Пока Джаггернал бьет, ну какой-то там Эрспирит раскастовывает свой магнетайз Они движутся в правильном направлении И очерная вылазка Вот в этой игре они намного лучше реализуют Никса Ну, не считая его станов Он как минимум идет вперед и показывает Вижен, уже есть хоть какая-то польза Ну и Карапаси, между прочим, в дуэле тоже неплохо Да, еще Карапаси жмет Карапаси, это здорово Кунг, появляется Мека Хотя обрати внимание, что Ластилера до сих пор не было Еще Дизолятора С Дизолием, как мы помним, враги рассыпаются Намного быстрее, нужно дофармить Тут вытащили котла Котла разобрали И очень тяжело заходить Тут возвышенность Отойти, это котел, ничего страшного Или все же пойдет Гувара, Гувара! Отлично подкопал, подкопал Но зачем? Зачем? Ей был ли смысл? Бежать, как бы Бежать я Голос за то, что бежать Потому что не в позиции находится Ехом Да, забрали еще Никса И видимо просто не договорились Если они со Свеном будут рваться Или вообще убегут нафиг отсюда А может они договорились, а Свен просто затроллил его Может быть, да Врываемся, врываемся Я пошутил В итоге Никс ворвался, потерялся И... А Свен ушел фармить Ну да, в общем как-то все не очень Синергетично получилось То есть не очень как-то командно, что ли Синергетично? Оу! Новомодные слова, новообразованные Англоцизм, англоцизм Да Вот, ну и по итогу По итогу Никс погиб До этого погиб Коттл Минус два суппорт Ну а все стоит время Мы оформили нефтель Ну хорошо Ждем мы каких-то появлений Следующих артефактов То есть что у Фриза есть Манта стайл У него появится Совсем-совсем скоро После Дефужил Блейдс Ну что ж, неплохо Свен Должен фармить все свое ПКП Ну кстати говоря, стаки делать Уже никто не предпринимает попыток Я так понимаю, да Потому что нет крипа Да Крипа вообще лучше всего Вот именно в такой игре Просто взять Вот сюда на Рошана Чтобы это был как вар 1400 хп И в любой момент Ты стараешься поймать Если доу бау Сами пойдут его забирать БКБ БКБ появляется все временем у Батрайдера Ну БКБшка Это на самом деле решение проблем Как минимум с Никсом Это уже видели То есть теперь Руспирит Теперь Киперозлайд Теперь Никс Это вообще не проблема Для Батрайдера Просто залетаешь куда хочешь Хватаешь кого надо Утаскиваешь Куда тебе вздумается У них два У них два ультимейта Работают через БКБ О-о-о легиончик Крипа убил Ну слушай Рошан тоже жив Да, смог прожимают Сейчас Если удастся реализовать этот смог Сделать какой-нибудь хороший Минус А может быть минус 2 Тогда можно будет пойти на Рошан за протягис В основном Как отреагируют Иховмли минус Готовится к замесу Джаггер потратил блеуфюри Скан Скан прошел между прочим На скан Причем Иховмли минус тоже знают Находится оппонент Обе команды в курсе Кто где находится Спрятались ТП прожимать не стали Возможно будет ошибка Пытается просто по КП Лобит Бума Вот он Свен Свену нужно спасти Во что бы то ни стало Но сейвичек суппортов нет По итогу падает И Джиггернаут И Свен контроля хватило Минус 3 суммарно Ничего не смогли сделать Ребята из The Home Luminous Рен также падает Минус 4 В живых остался только Гвара на Никсе Который смотался под виндет Да Прятаться за елками От Бэтрайдера Это такая себе идея Потому что Как бы вы там не спрятались И не ждали момента Чтобы напасть Бэтрайдер просто летит Всех аппетит И как мы видели Очень легко Того же Свена в лассо взять Ну а как мы говорили ранее Если один из которых Попадает в лассо И моментально отъезжают То как правило Джиггернаута не хватает Для того чтобы убить Всю команду под кораблем Все четко Действительно все очень круто Делают дообав Они понимают силу своего пика Они знают на что они способны Они идут в бой Несмотря ни на что Ну и Home Luminous В этом моменте очевидно Были готовы сражаться То есть они верили В свою силу Они готовы были принимать бой И не слят же Они остались на месте После того как провязывали скан Самое оптимальное Наверное Просто поставить Ну поставить вперед Какого-нибудь Никса Скоропасси Пусть он стоит И впитывает Как бы Пусть они его убивают Но хотя бы остальные герои Будут там убить Например Никс вышел У него напал Бэтрайдер Ластиллер Свен прожрал все свои кулдауны Прыгнул в них двоих И начал их рубить Ну это Хотя бы Хоть какой-то Опциональный вариант Для Юхом Потому что Как мы видим У Никса инициации сложности У Никс Ну станом Ему станом попасть Тяжело Но тот же Свен Он как бы Не очень хочет быть инициатором Ему лучше Если вот Кто-то собрал врагов А он заходит И со спешой всех Бьет Ну что ж Тир-2 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 У них есть Все У них есть Аекис Кулдаун Последняя Ультимейта Леона Сейчас тоже Откатится Трапец тоже На самом деле Ты некуда То есть Можно продолжать Свои ганги Попутно Забирая Тир-2 Товара В один момент Когда почувствуют Себе силу Могут Затем В хэкгаунт Сейчас Возможно Будут проблемы У фрица Все еще Без Манта Стайл покупает только-только себе си артефакт ну вот бум здесь остался сейчас об отрайдер тоже настигает его хорошо бум реагирует но отлично blink out и уходит из-под своей неминуемой смерти получилось шикарно все равно конечно партия 4 провал просто ну да у свена стат такой себе кстати чуть-чуть лучше чем у гувара на никсе буквально один асист гувара нашего лена это уже был мы не рассчитывали прямо скажем ли он разобрал бум конечно дальше что делать дальше легионка забирая через дуэль и ушел у меня слышь под моим героем дебют же мне хватило гувара карапайс ображал но все равно бедрайдера потому что он под бкб сжимают убивают на лев на право них все еще пытаются драться торренты вот таким мощным танком просто проезжают по команде хом люминес пробивают кого хотят и убивают сильно пришло то что у легиончика еще и было дт в том моменте очень много дэмэджа писал 3 тысяч 2600 вот ну и продолжает работать по свену ни в коем образом не позволяет ему нафармить бкб и пока стана решает бкб так все будет происходить каждом за ним решает там решает цитата никс да ну что же очередная выиграта драка до бау а чего они не лишились по моему то поэгис и не лишились гем имеется к башки в порядке все готово в общем опять же торопиться некуда и нет в свой будущий курьер перехватывает там чеки пока посмотрю вообще игры этого парня как у него там по и давай 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 глянь мне тоже очень интересно сейчас смотришь а у него на рейтинге 8к там стрик на них все в 30 игр подряд ну вообще да у него тут нереально стрик притом на них на них с ассасине на аксе на джаггернауте на санкинге у него просто где-то где-то игр 15 10 подряд игр 10 плюс 10 плюс игр он побеждал и у него побед больше чем поражение так сказать ну где-то наверно раза в два у него очень хорошо мою слушаю мне уже интересно хорошо не там понятное дело что просто вот в этой в этом матч а пида то есть в этом просто просто сегодня не день бэкхом а скажем тогда сегодня день бэкхом а как-то погиб не пошло на них все ну и черт забить забыть просто пойти папчики отыграться потом ну если я не ошибаюсь у хом люминус вообще игроки такого не суперзвезды плане матчмейкинга до соло рейтинг какого-то их там у всех меньше восьми к вот ауто опалки паре есть один игрок как думаешь кто у кого 8 500 вот по игре по игре батрайдер может быть но на самом деле остальные профили чеку я знаю что у мидера у этой команды то есть возможно в регионке 8 класс но баталья тоже хорошим там бегает хватает бегает хватает суп игре делает отыгрывать сторону ну что мы видим преимущество что уже больше 15000 у тебя баба по экспириенсу 18 ну и вот сейчас может быть стоит ли стоит ли нападать может пац ну конечно же здраво или раз там есть помощь на живца живет нет плохо без меня будет так ну и уходит а оба легион коникс разошлись как море корабли ну просто гема не был ни того ни другого никак ну и последний внешний товар хотят забрать дуал пау потом можно чтобы следующий следующий преграды для победы были уже внутренние товара на базе терты и так далее это фармить там нужно вот легионки накупил себе просто может быть и раз какую-то выйдет конечно мы только патрайдер в шиву хочет таки раз между прочим уже имеется у нас рафлят уже в чатике я как бы девиз команды их умел гау парни еще раз это страшно рабочее даже говорю капитана была только одна мысль пик не виноват все это вы плохо исполнили давайте еще раз повторим и все действительно повторили все один в один как в прошлой игре сказано сделано решили повторить кстати если в прошлой игре был тимбер с улом он вот как-то мог контрить эти в рейвы легиона то сейчас и ула нет и вышка падает драйдер как по текстурам имеет смысле рисковать они могут дальше обузить вот этот крест вот реально это очень крутая фишка можно это делать бесконечное а тимбера с торрентом то уже нет с юлом точнее конечно а с кирасой из кирасы у него очень много армора и такое что там допустим его ваншот но через гдс и на и через ультимейт джаггернаута тоже получится что они в супер выигрышной позиции сколько не получается сейчас 20 плюс 7 армора 27 и того с потерями без урона 62 процента ну да то есть это получается треть всего урона джаггера и свена будет залетать и тут я смотрю какой хороший кунка суппорт вот если убрать какие-то макро фишки там отпушить крест закинул герой пошел если нужно побить базу тоже крест закинул и вышку убил обалдеть просто чудо суппорт лучше да и при этом если надо он всегда может еще и в кэре выйти за счет тейдбрингера там какой интернет собирают и пошел смотри батрайдер удачная позиция он просто хай граунде с геймом стоял им прекрасно видел попытку смаковать как-то тихом люминус но он залетели с он не слышим торрента залетает теперь еще и эрспири второй волной атаки хватит ли урона ноутбум под бкп попытается сейчас нарезать против но нет пистали с и башер работает минус 3 ваша работает уже ли он все еще живет игнорит фриза построит его уходит из-под атака минус 4 гуд геймбл плей 2-0 но что ж это было отчаяние это уже была такая финальная атака понятно что на базе и можем сидеть вечно но легионщик лайстиллер батрайдер сити герой одеваются и в любом случае им бы настал конец препарм 20 поэтому по моему как бы там их уже не ворвались там просто деньги решают деньги решают вопросы ну что ж по цвету оба все качественно исполнили в карте по номером два потом повторили на карте по номером карте по номером 1 точнее повторили потом на карте по номером 2 зарабатывают свои пил вы первые баллы в рамках второго дивизиона это был дебют дебют очень даже достойный с победами читать то приятно но и будут потихонечку так понимаю уходить дальше так